Всем привет и добро пожаловать на мое продолжение сериала, коллекция моей косметики, показываю вам все, что у меня есть. Остальные части будут в описании под этим видео или если вам интересна какая-то категория, напишите мне в комментарии, я вам оставлю ссылку на видео, которое вам интересно. Сегодня хочу показать вам всякие штучки для макияжа глаз, однушки, тени однушки, какие-то сиялки и так далее. Не обещаю, что будет в одном всем видео, посмотрим как затянется вся эта категория, мои рассказы, либо быстрее или медленнее. Покажу обязательно подводки, карандаши для глаз, туши и еще будет либо отдельное видео, либо в этом посмотрим для бровей. У меня не так много почему-то, потому что я заканчиваю что-то и также будут еще части о тенях, о тенях палетки. Будет самое последнее видео из этого всего сезона, моя коллекция косметики. Все никак не начну снимать, потому что у меня очень много палеток. Давайте начнем, не знаю с чего мы начать. Давайте начнем, наверное, с всяких карандашей, подводок. Они у меня обычно стоят в такой деревянной штучке, такие коробочки у меня есть, стоят на столе, где у меня косметика хранится. И я вот эти карандаши храню прямо там, потому что они занимают не так много места. И у меня, не скажу, что прям сто карандашей, которые нужно менять время от времени, они у меня в таких вот отсеках всегда под рукой. Вот это все мои подводки. Много, мало, не знаю. Мне, принципе, больше не нужно. Хотелось бы, может быть, какую-то цветную, другую, ну не знаю. Я, честно, люблю красивую подводку, красивую стрелку сделать, но у меня по утрам на работу нету просто на это времени вырисовывать. Вы знаете, чем спешишь, чем быстрее нужно, тем хуже получается, да. Очень мне нравится вот эта подводка, она уже заканчивается, мне кажется. И в такой форме ее уже нету, к сожалению. Бренд Manhattan, немецкий вариант бренда Rimmel. Искала тоже на стенде, у нас в ДМ все это продается, но нету ни этого оттенка, ни вот этой подводки. Очень жаль, мне нравится ее оттенок. Она такая не слишком темная, такой, знаете, коричневый металлик, но не слишком блестящий, но просто идеально на каждый день. Не слишком как-то тяжело выглядит на веки. Мне очень нравится, жаль, что нету больше уже. Подводка от бренда BH Cosmetics, очень насыщенная, хорошая, мне нравится. Коричневая подводка, я очень люблю такие натуральные подводки, коричневого оттенка от бренда LOV, тоже сейчас уже не купить. Эту, возможно, еще найти, мне кажется, Max Factor. У меня чисто серый, такой асфальтовый. Если вам черная стрелка обычная, слишком тяжелая, да, на день, то можно вот взять такую. Она какая-то, ну, чуть металличная, но не такая металличная, как вот эта, мне нравится больше. Неплохая подводка, иногда пользуюсь. Очень просто нанесение, неплохая. Кстати, если вы любите мягкую кисть, то вот эта подходит, а так у меня в основном все такие тверденькие. И это корейский бренд Clio 03 Cacao Brown, классическая, обычная, коричневая подводка. Вот эта, мне кажется, она уже подсохла, надо будет попробовать ее. У меня недавно Catrice высохла, я ее выбросила. Белор Дизайн, вот, тоже такая вот кисточка, а нет, еще рисует. Будет попробовать накраситься ею. И вот это Matte Signature L'Oreal. Мне кажется, она тоже еще продается. Уже давно не пользовалась. Это очень необычный оттенок, такой бордовый, но не слишком красный на глазах, да. Такая вот мягенькая кисть. Вот, дальше карандаши разных оттенков. Если вам интересно, то давайте пройдемся. С чего начать? Это один из самых старых и один из самых любимых моих карандашей. Это Kiko Milano в таком оттенке баклажанчик такой металличный. Очень мягкая, очень стойкий карандаш. Текстура, формула, все замечательно. Оттенок 0,5. Мне настолько нравится этот карандаш, что я хочу заказать когда-нибудь, если буду что-то покупать. Kiko еще. Карандашик от Ardeco. Коричневый. Обычный коричневый карандаш. Вот на тени я люблю иногда такую, знаете, растушеванную стрелку делать, либо на тени прямо наносить. Не очень рисует. Вот на чистые века нужно наносить. Есть еще один карандаш Ardeco. Вообще, карандаши Ardeco как для глаз, так и для губ очень хорошие. Оттенок 10, классический черный карандаш. Насыщенный, чуть ли не гелевый, стойкий. Могу посоветовать. Хороший карандаш от Maybelline. У них, по-моему, есть больше оттенков, но у меня почему-то только один. Gel pencil. То есть, это такая гелевая текстура. Почему-то не вижу оттенка. Просто коричневый, да? Тоже неплохой карандаш от Bourjois. Мне нравится, что он такой, как по текстуре чуть ли не как кремовые тени. Он не матовый. В нем есть немножко шиммер. Такая текстура интересная. Стойкий. Пользуюсь с удовольствием. Обычный, просто, не гелевый, обыкновенный черный карандаш от LOV. Опять-таки, об этой марке не буду разговаривать долго. Ее мало где можно достать. Классический, обычный карандаш Катрис. Тоже нормальный. Мой когда-то бешено любимый карандаш от бренда Pupa. Он не дороговат, если честно. Я не помню, сколько я за него платила. Но сейчас цены 16-20 евро за карандаш для глаз. Ну, блин. Чуть ли не Dior какой-то, да? Он мега крутой формулы. Хорошо рисует стойки. Можно сделать рассушевную стрелку. Я пользовалась вот этим карандашом. Уже штуки 2-3 использовала в свои студенческие годы. Где-то как-то его купила, влюбилась. И только ими пользовалась. Всегда покупала. И вот вспомнила о нем, купила. Ну, вот хороший карандаш. Но, честно, много похожих. Essence, Катрис, Maybelline делают то же самое. Вот это как бы карандаш, как бы тени. Но пишут, что это тени. Но я использую такой вот карандашик. Коричневый, такой кофейный, темный оттенок. Как такую растушеванную стрелку. Так провожу по веку. И чуть-чуть растушевываю. И потом наношу тени. Иногда таким занимаюсь. Это бренд Mina, по-моему, называется. Вот эти карандаши иногда мне тянет на изумрудный. Такой оттенок зеленый. Это Essence. Не очень мне нравится, если честно. Он такой какой-то мягкий. Ну, чуть ли не как тени, видите. Если такое нравится, то можно пользоваться. Здесь блёсточки чуть-чуть видны. Нормальный карандаш. Мне нравится деревянный в гелевой текстуре. Лучше у меня есть сейчас на тестировании. Это бренд Trend It Up из DM. Знаете, взяла такое бюджетненькое. Для разнообразия оттенки, которыми пользуешься. Может быть, не каждый день, да. И вот сиреневый такой вот. Какой-то такой немножко полупотразовательный. Но я пользовалась опять-таки, как подложку под тени, растушеванная стрелка и вот такой вот изумрудный. Вот этот чуть лучше по качеству, но вот этот немножко слабая пигментация. Такие карандаши-сиренечки. Я не фанат их. Так, поехали по теням. Тенюшки, которые сейчас у меня находятся в косметичке. Эти тени у меня находятся в Project Pen. Trend It Up, бюджетненькие. С этой стороны у нас тени кремовые. Использую как подложку под другие тени. А это тоже такой как бы карандаш толстенький. И я им могу подрисовать чуть-чуть века. Стрелочку сделать. Нормальный тень. Вот эти я использую уже очень давно. Кремовые тени Trend It Up уже видно на стенках, уже выцарапываю. Классный холодный оттенок, как подложка под другие тени. Обожаю. Вот эти тени я взяла как-то в косметичку. Они до сих пор еще кремовые, не засохли, все хорошо. Но здесь есть блестки. И когда я наношу их как подложку под коричневые какие-то тени и пытаюсь их немножко потушевать, вот эти блестки осыпаются под глаза. И невозможно их потом убрать. Не знаю, что делать с этими тенями. Я попользуюсь еще. Но, может быть, я их уберу. Вот эти тени. Карандаш в холодном таком оттенке. Красиво. Можно использовать в чистом виде, а можно как подложку под тени. Я так чаще всего такие кремовые тени использую. У меня не жирная века, но почему-то кремовые тени у меня очень часто не схватываются, а потом еще и скатываются. Возможно, из-за ухода какой-то крем. Возможно, такая форма века, наверное, не знаю. Это, как называется, Painterly Prolong Wear Paint Pot. Очень были когда-то популярны вот эти тени кремовые MAC. Как база под тени. И нейтральный такой оттенок сочетается чуть ли не со всеми тенями. Продлевают стойкость теней и нанесение их. Они как-то интенсивнее выглядят. Так, давайте начнем. Даже не знаю, с чего. У меня вот такие вот коробочки. Заказывала когда-то что-то на Sephora. И они дарили. Вот столько у меня здесь всего. Полная коробка. Начнем с этих теней. Это Evelyn. Такой простенький оттенок. Оттенок 0,4. Такой какой-то коричневатой кофейной, что ли. Вот эти тени уже очень старые. Я их так давно не использовала. Это Wet n Wild. Оттенки Cashmere Love. Мне нравится такой оттенок. Но они так блестят. У них довольно-таки заметные какие-то блестки. Поэтому я их на каждый день как-то не решаюсь использовать. Эти тоже очень блестящие. Когда-то были очень популярные. От бренда Lamelle. Liquid Bronze. Такой бронзовый. Очень-очень явные такие прям блестки. Немножко так налепенно выглядят. Вот мне кажется, как для случая какого-то. Куда-то выйти, что-то вот. Какой-то праздник можно использовать. Но на каждый день как-то я вот такой не очень приемлива, если честно. На что на каждый день вот неплохо смотрятся вот эти тени от бренда Avon. Не знаю, есть ли они еще в продаже. Metallic Beam. Оттенок называется Starry Night. Вот обычный такой серый, прохладный, какой-то чуть ли не зеленоватый оттенок. Вот эти тени как бы пытались стать аналогом, заменой знаменитых тинтов от Armani. Так и называется Eye Tint. Liquid Shadow Essence. Но они плохо выглядят на веках. Shimmering Taupe. В упаковке красивейший оттенок. Если бы они еще так переходили, передавались на века, было бы вообще... Но как-то это все так полупрозрачно, недостаточно пигментированно, красиво выглядит. Просто обычные тени нанести будет намного лучше выглядеть. Вот как базу под тени можно использовать. Вот это попалось у меня в какой-то коробке. Что-то там... Это такой вот тени вроде бы, да, называется, что это? Тени кремовые. Вот знаете, бывают такие хайлайтеры с таким вот аметистовым подтоном. В самостоятельном виде выглядят очень просто, но вообще незаметно, никакущие. Вот видите? Разве что под каким-то светом как-то переливаются. Вот такое. Опять-таки, разве что можно использовать как базу под сухие тени. Неплохие тени, как база под сухие тени, так и в самостоятельном виде. Вот эти Satin Edition от Bourjois, такой оттенок шампанского, использовала под сухие тени. Очень хорошо работают. Более-менее можно носить в самостоятельном виде, но тоже нужно наслоить, как-то поиграть. Ими это Elf, жидкие такие кремовые тени. Liquid Metallic называется. Оттенки Galaxy. Красивый оттенок. Не слишком много блесток, можно использовать каждый день. Вот это интересная штука. Но вот внутрь века натургии тени Shiglam. Chromazone называется. Оттенок Opal Essence. Его передать будет сложно. Он не показывается в камере, так как я его вижу иногда. Да, вот есть, видно вам, такой розовый фиолетовый перлив, но в жизни он выглядит круче. На веках выглядит круче. Неплохое средство, без блесток, кстати. Вот эту штуку как-то я пыталась закончить. Это очень уже старые тени от бренда BH Cosmetics. Наверное, уже они не продаются. Это такой желто-золотистый оттенок. О боже, они уже засохли. Понятно. В чем польза вот таких видео, нахожу кандидата на выбывание. Хотя тени были неплохие, я просто вытянула ограничитель. Понятное дело, зашел воздух и все засохло. Кремовые тени, жидкие тени. Белор Дизайн. Оттенок 4-таповый. Хорошие тени. Тоже хорошие тени. Уже, мне кажется, нет смысла о них болтать. Кто интересуется косметикой. Luxe Zash, Metal Hype. Хорошие просто кремовые тенюшечки. Так, тушу уберу, потом покажу. Еще одни кремовые тени, которые мне, к сожалению, не очень понравились. Но мне кажется, это из оттенка Reloie Pro. Вот не знаю, не видно, наверное. Но здесь, а может видно, такой вот какой-то коричнево-темный оттенок. С более светлыми, разноцветными какими-то сиялками чуть-чуть. На веки это не выглядит так красиво. Как бы вот в упаковке хотелось. Это полупрозрачно. Это недостаточно пигментированно. Ну, не очень интересно. Sparkle Liquid Eyeshadow. Дуа-хронный сияющий финиш. Ну, не знаю, я какого-то дуа-хронного не особо вижу. По крайней мере, на веках, когда носишь. Вот на своте сейчас выглядит очень даже... Очень даже очень. Но на веках как-то пятнисто, недостаточно пигментированно. Вот такое. Так, жидкие тени у нас, по-моему, все. Остались вот всякие такие сухие однушки. Вот еще одни кремовые, наверное, от бренда Tico. Их сравнивают там чуть ли не с Bobby Brown и так далее. Long lasting, стойкие, кремовые тени, карандаш. Замечательный оттенок. Так, вот такой вот. Я обожаю такие оттенки. Это какой-то кофе холодный, такой коричневый. Но оттенок 0,5. Кто-то мне писал, что у всех все хорошо, что-то там засыхает, стойкие и так далее. Не знаю, может, я недостаточно терпеливая, не даю им высохнуть нормально. Но они у меня не схватываются. Скатываются и, понятное дело, скатываются. Использую ее как базу под... Опять-таки сто раз уже сказала под сухие тени. Вот эти тени тоже мне очень нравятся. Это Kiko. Kiko, Kiko. Color Lasting Creamy Eyeshadow. Знаете, я бы сейчас купила, наверное, чуть ли не все оттенки, потому что качество хорошее, оттенки очень красивые. Вот это такая какая-то... Как он называется? 0,7. Что-то там, по-моему, с розой, но это никакая не роза. Это красивейший, холодный. О, боже, как красиво. Такой вот не слишком стальной, серый, а вот чуть-чуть такой какой-то... Вот, я не знаю, видите, оттенок, как его описать, очень красиво сияет. Вот это уже покрупнее такие сиялки. PH Cosmetics Diamond Dazzles. Оттенки Precious. Это, видите, такой какой-то чуть зеленоватый. Серый, вот как вам объяснить зеленоватый серый. Ну, как так может быть? Вот, просто сияшечки. Такие вот арсепчатые тени. Их можно наслоить, их можно хорошо нанести, но это опять-таки такой топпер, видите? Он полупрозрачный, можно налепить до более высокой плотности, но нужно поиграть с такими вот делами. У меня иногда на это нет времени. Это вот такой вот оттенок. Бренд Trended Up Virtual Eyeshadow. Оттенки 0,50. Не знаю, произойдут ли они еще, они постоянно тоже. Как вот катеризм. Меняют что-то там, убирают. Как вам описать этот оттенок? Это что-то такое похоже. Есть у Mac, у Inglot. Вот, ну, не объяснить. Это темный оттенок. Можно назвать темно-зеленым, можно назвать темно-коричнево-синим. Он по-разному как-то выглядит, да? Это очень-очень красиво. Я люблю такое. Вот знаете, как спинка мухи иногда вот переливается. Это, конечно, не прям то же самое, не дуахром. Но оттенок очень необычный. Видите, у него подложка какая-то, ну, я не знаю, темно-коричневая. А он переливается чуть иначе. Ну, прикольный оттенок. Вот что-то похожее. У меня есть, кстати, в одной палетке Mac. И есть у меня что-то похожее от... Где он? Вот, катеризм. Что-то в этом духе, но чуть более зеленоватый, мне кажется. Оттенок, по-моему, тоже уже не продается. Называется 140 Secrets of Lock Home. Вот на пальчике он как выглядит. Вот этот, мне кажется, более какой-то... Это синеватый, а этот зеленоватый. Но они похожи, видите, в стиле таком. Здесь качество, конечно, не прям... Ну, крутое, но на вот базу, на кремовые тени можно наслоить, в принципе, неплохо. Вот мне нравится такое иногда. Да, на пальце как-то лучше выглядит все это. Давайте посмотрим остальные катеризмики, которые у меня есть. Катеризмики. Вот этот красивый такой сиреневый. Пользуюсь нечасто, но вот если есть настроение для такого оттенка, он выглядит как-то более синевато, чем он на самом деле есть. На веке он выглядит более таким фиолетовым, я бы сказала. Вот эти уникальные оттенки, не знаю, продаются ли они еще. Пишет New, но они уже не новые, это старый какой-то выпуск. Такой вот фисташковый, лимонный чуть-чуть. И хаки, такой вот зеленоватый хаки. Оттенки называются... Вот этот... 390 Lime Pie. Это 360 Golden Leaf. Может быть они еще продаются. Сами они чуть покрупнее. Вот видите, они как-то даже немножко вот... Выглядят немножко рыхло, но если их вот так втереть, растушевать хорошо на кремовую базу, на какие-то кремовые тени, то получается очень даже неплохо. Если очень захочется вот такой оттенок, но не хочется ни дно, ни там еще что-то дорогое, то почему бы и нет. У меня только один оттенок. Вот этих L'Oreal, когда они выпустили несколько лет назад, они наделали шума. Здесь немножко есть масло в форме, даже пишет формула с маслом. Они такие более мягкие. Обычный серый. Скучный оттенок. Я такой люблю на уголок, в складку века, вот так вот стушевать. Мне такое идет. Это такие сияшечки бренд. Боже, я все время забываю, когда показываю. Aritraum, по-моему, 22. Это просто вот такие вот блестки, спрессованные. Они, ну и не кремовые, прям что прям очень-очень кремовые, их нужно так втереть. Ну и не рассыпчатые, не сухие тени. Очень красивые, не слишком там такие вот яркие, как вот, например, L'Amel. Мне кажется, более крупные блестки. Тоже уже легендарные тени. У меня в двух оттенках Melted Chrome Eyeshadow Essence. По-моему, их уже в таком виде не продают. Очень жаль, зачем убирать такие классные продукты. Вот такой вот серый, вот такой вот топово-кофейный. Стульки, очень хорошие тени. Беру их иногда в косметичку, пользуюсь тоже. Вот эти тени я купила вообще, там, за копейки, 2 евро каких-то, я уже не помню точно. Revolution Pro на распродаже. Оттенки Bliss. Когда я их нанесла, я чуть не упала со стула. Это просто что-то неимоверное. Это ярко, это очень блестюще, такой снег сверкающий. Какие-то, не знаю, снежная королева носила. Такие тени, наверное, на глазах. Как-то так, мне кажется. На глазах это выглядит еще красивее. Очень, очень красиво и бюджетно. Кико, такая вот однушечка. Оттенки 200. И вот, хорошие, кстати, тени. Пигментация неплохая. Вот если вы не особо пользуетесь косметикой, вам не нужно 20 палеток или 50, сколько их там, у меня не знаю, даже не считала, то вот такие однушки можно покупать и радоваться. Хватит вам тоже надолго. Вот эти рассыпчатые тенюшки, не знаю, тоже продаются, может, еще продается бренд Revolution или Makeup Revolution иногда бы. Вот сколько уже использовала, ничего себе. Оттенок Goodie Two Shoes. Это розово-персиковое такое, что-то переливашестое. Красиво. Такие вот блесточки чуть-чуть есть. Сверкает. Ну, тоже нужно время, чтобы нанести либо на базу какую-то, подложку. В чистом виде они выглядят не так красиво на веках. О, кстати, что-то из вот этой категории, такие вот тени-обманки такие, да, выглядит как-то так интересненько. Дуахромно, что ли, или не дуахромно. Ну, в общем, два оттенка каких-то. Вот что-то похожее у Sleek Loose Pigment оттенки Tripping. Мне так нравятся эти тени, что я хотела еще купить. Но потом думаю, когда я буду ими пользоваться? У меня на это времени мало. Вот одни есть, хватит. Но если вам интересна такая тема, то вот у Sleek очень неплохие продукты. Вообще, как-то об этом бренде мало говорят. Нет, у него есть хорошие вещи. Вот такие вот тени, например. Неплохого качества, но опять-таки их нужно нанести на что-то. И они не такие темные, как вот те, да, но тоже интересно играют каким-то зеленовато-золотистым, синеватым переливом. Видите? Ну вот необычное, что-то интересненькое. Если вот очень хочется, боже, полит все, то можно посмотреть в бюджетном ассортименте, не помню, ну не больше 10 евро точно. То есть у MAC такое есть, да, но, слава богу, не обязательно покупать MAC, особенно такой оттенок, каким будешь пользоваться, возможно, не так часто. У них есть, что, по-моему, такое более красноватое, еще несколько оттенков. Если вам интересно, то очень рекомендую вам присмотреться. Сейчас мы будем смотреть, что здесь, но там наверняка какие-то базы по тени. У меня сейчас в использовании вот эта база, вот Max Factor. То есть я все время говорю, база, база. Что за база? Что я имею в виду? Это eyeshadow primer, то есть подложка, primer, как есть под тональный, да, есть такое для глаз, для век, под тени. Здесь оттенок, похоже, что-то вот на консилер, да, он выравнивает поверхность, немножко оттенок века, если у вас возрастное, такое нейронное по оттенку, по текстуре, то вот такую штуку купить очень даже неплохая идея. И опять-таки, с помощью вот такого одного средства, да, хорошую какую-то базу взять, вы можете улучшить в разы, просто десятки раз поведение, пигментацию, стойкость любых теней, даже самых копеечных, там, если он за евро. Вот, действительно, мне кажется, такое средство, ну, просто, не обязательно иметь, да, но для меня это нужное дело. Так, глянем, что у нас здесь, еще вот такая вот коробочка, а еще тени у нас есть, окей, поехали дальше, это как в ту не помещается, у меня здесь продолжение. Тени в карандаше, в стике от бренда Avon, они, вообще-то, мега стойкость, такие вот коричневые, обычные, я, либо их вот, как подложку, под какие-то другие тени использую, либо как вот такую вот стрелочку могу сделать, растушевать, вот такое вот дело. Опять-таки, Luxe Visage, еще один оттенок, это уже оттенок какой-то 14, такой потемнее, так как качество мне вполне устраивает этих теней, поэтому купила еще одни. Вот эти, по-моему, уже не продаются. Простите, что мне приходится во время, во время этот говорить. Но вот бывает так, что-то находишь, покупаешь, потом нету этого. Trended Up Ultimate Sparkle Liquid, вот такие вот сверкашечки, не такое слово, что я уже придумала, сверкалочки, наверное, разноцветные такие вот, ну, симпатично выглядит. Вот эти тени от Catrice с Алоэ Вера. Зачем тенях Алоэ Вера, я не знаю, но оттенок 030 Olive Glam нравится мне как база под, опять-таки, либо вот эти тени, которые я только что показывала, тени в такой коричнево, хаки, зеленоватое, что-то вот такое, да. Опять-таки, та же проблема, не засыхают, скатываются, но посмотрите, как красиво они выглядят, мне нравится такой оттенок, как базу под сухие тени. О, еще Алек свежал. Ну, это уже не металично шиммерные, а вот такие вот тинт матовые. Опять-таки, просто идеально, вот уже расслоился, надо будет попробовать. Идеально под тени другие, как базу, но стойкие. Супер. Долго не буду болтать, была лимитка от Кико, опять-таки, база под тени. Но это уже не прям оттенок консилера, а чуть потемнее даже. Еще одно средство, база от бренда She Glam из сайта китайского She In. И покупала, чтобы, может, знаете, вот так комбинировать с палетками от этого бренда She Glam. Палетка и так по себе неплохие, но вот эта база, что с ней, что без, что-то как-то не особо она мне нравится, если честно. Вот эти тени Colorance в таком вот якобы оттенке, да, бронза, что-то такое. Пишет стойки, все дела. Но они так плохо наносятся на века, как-то полупрозрачно, некрасиво. Опять-таки, все эксплуатирую, простите, как база под тени. Дальше у меня уже такой чисто праймер, никакие не кремные тени для пигментов разных. Для вот такого средства, для вот вот это, это же тоже пигмент, понимаете. Можно использовать просто как базу под тени, любые. Стойкость, пигментация будет просто. О, такие вот, где они у меня были, эти тени, что-то я уже их не могу найти. Когда еще они были на продаже, распродаже, вот эти Cream to Powder Trended Up из ДМ, я взяла еще одну оттенки, знала, что они не пропадут, мне такое дело нужно. Просто такой вот бежевый оттенок нужно всегда, как-то я брала в Project Pen, закончить, нет. Они просто, вот знаете, валяются где-то, такая однушка, вроде бы пользовалась, да, но я использую для потушевки, почистки, такие оттенки, но из палеток, которые находятся в данном использовании. Кремовые тени от бренда Maybelline Color Tattoo, я вот уже давно не посмотрю, продаются ли они еще, но именно этот оттенок нет, но вот эти кремовые тени Maybelline супер, как подложка под сухие тени. Неплохая база от бренда Avon, Mark называется, не знаю, есть ли еще эта линейка Mark, какая-то база под тени от Avon, такая просто оттенок кожи, да, хорошая, кстати, неплохая, база, хорошая база от Essence, это уже чисто база, она прозрачная, такая без оттенка, такое вот, что-то силиконистое, можно брать, честно, 3 евро, по-моему, стоит, вот эта база Catrice, это Pearly, у нее есть чуть-чуть такой металично-жемчужный перелив, но не слишком, можете нанести на эту базу, просто матовые тени будут нормально, или шиммерные тени, неплохая база, и вот эта база мне тоже очень понравилась, мне кажется, она такая более новая, не знаю, когда они ее выпустили, пишет 18 часов, что у меня не фокусируется, Catrice, как я уже сказала, пишет водостойкая, eyeshadow primer, просто mattifying, то есть матирует века, кстати, надо попробовать надести вот эту базу и какие-то кремовые тени, может лучше будет работать либо тени карандашек, хорошая база, опять-таки, стоит недорого, оттенок, вот консилера такого, не все устраивает, я вообще купила, знаете, так для, попробовать, думаю, база нужна всегда, и я очень удивилась, насколько хорошо работает это средство, вот так я немножко ускорилась, но все равно получилось немножко так долго, вот такие вот однушки, всякие штучки для глаз, понятное дело, такие средства использую я вот, ну почему-то не так часто, как обычную палетку, которая лежит под рукой, схватила, там 2-3 оттенка нанесла и побежала, а вот, ну приятно иметь, конечно, такое вот всякое, в косметичке, но это опять-таки не обязательно, давайте еще, нет, давайте покажу в следующем видео, потому что там у меня меньше, средств для бровей, и покажу вам туши, которые у меня сейчас либо на тестировании, либо в использовании, и какие-то базы по туши, и вот так, надеюсь, вам было интересно, и увидимся в моем следующем видео, либо это будет очередная часть коллекции, либо какое-то другое видео, желаю вам всего самого-самого лучшего, пока-пока!